Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава Евангелия от Иоанна. Я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет с небольшими комментариями. Эта глава посвящена самому печальному распятию Иисуса. Как ни странно, главный герой этой главы не Иисус, а Понтий Пилот. Почему? Он же играет, в общем-то, техническую роль. Мог бы быть любой другой наместник. Я напомню, что Понтий Пилат, он прокуратор иудеи. Иудея — это провинция, в которую входит Иерусалим. Она управляется Римом. Там есть свои местные власти, например, Синодрион, то есть собрание иудейских старейшин, первосвященников и прочих. Но Пилат обладает верховной властью на этой территории. И поэтому, когда они хотят приговорить Иисуса к смерти, они должны получить одобрение Пилата. Что они и делают. И вот как раз нас 18 глава оставила на середине суда, если это вообще можно назвать судом, на середине вот этой какой-то странной процедуры, когда Пилат всячески пытается не осудить Иисуса на смерть, но ему это не удается. И в 18 главе мы читали о том, как он беседует с Иисусом, задают ему вопросы «ты царь» и «что естественно». Но ответ он до себя явно выносит такой. Иисус не занимается никакой политической деятельностью, не пытается поднять мятеж против Рима, а значит, он Риму не опасен, и преследовать его нет никаких абсолютно причин. Поэтому лучше всего его отпустить. И он предлагает в конце 18 главы, даже не очень понятно, кому, вот у синоптиков это толпа, а тут это скорее верхушка, то есть первосвященники и члены Синодриона, предлагает им отпустить Иисуса как бы ради праздника. Вот Пасха наступает, и к празднику отпустить Иисуса, но требует Варавву, который разбойник. Что делает Пилат? Тогда Пилат велел подвергнуть Иисусу бичеванию. Зачем? Он же считает его невиновным. Вернемся к этому. А воины сплели венец из терновника и надели ему на голову, облачили его в багряный плащ. Ну, вообще-то, римские легионеры носили красные плащи, но багряный — это скорее цвет императора, да, вообще царский цвет, поэтому они, возможно, свои красные плащи, какой-то один из них взяли, как царскую мантию на него надели, а терновник похож на корону, да, только это, конечно, издевательство, у него длинные шипы, и он ранит кожу головы. Значит, надели на голову, облачили его в багряный плащ и подходили к нему со словами, да, здравствуй, царь Иудеев. То есть такая формальная, торжественная процедура. При этом это все еще было то ли до бичевания, то ли после него, то ли во время даже так. То есть добавили еще своих издевательств. Солдатам же скучно. Ну, а поиздеваться над кем-то тоже веселье. Затем Пилат снова вышел и объявил собравшимся. Сейчас я поставлю его перед вами, чтобы вы знали. Я не считаю его ни в чем виновным. И тут вышел Иисус в терновом венце и багровом плаще, причем после бичевания. Вот как он должен был выглядеть. Избитый, униженный, вообще еле живой на самом деле. И он считает его невиновным, Пилат, да? Но пытается здесь надавить на жалость. Сначала он говорит, давайте я вам его отпущу. Он ни в чем не виновен сначала, потом. Ну, ладно, не будем это обсуждать. Давайте я просто его отпущу, потому что праздник. И, наконец, смотрите, мы его избили и унизили. Может, схватиться с него? Пилат им говорит, вот этот человек. Ну, посмотрите сами. Ну, хватит уже. Но когда его увидели первосвященники и стражи, то стали кричать, распни, распни его. Вот бывает так, что как бы у человека, особенно у группы, да, когда такая стая собирается, вот надо додавить. Вот нельзя выпустить добычу, уже не важно, что за добыча. Говорит им Пилат, сами его берите и распинайте. Я не считаю его ни в чем виновным. То есть, вообще-то, звучит, ну, противозаконно, потому что Пилат должен вынести решение. Он обязан утвердить смертный приговор или его отменить. А сами берите и распинайте. Это уже какой-то крайний жест прямо вот такого безразличия, да. Дело иметь не хочу с вами. Ответили ему иудеи. У нас есть закон, и поэтому закон он заслуживает смерти, потому что выдавал себя за Божьего Сына. Вообще не имеет никакого отношения к Риму, да, потому что римляне язычники, и единый Бог им как-то, в общем, параллелен абсолютно. Пилат, услышав это, еще больше испугался. Испугался? Ну да, кажется, это какой-то очень особенный человек перед ним, да. Он выдает себя за Божьего Сына. А вдруг он, правда, в римской мифологии много Божьих детей, да. А вдруг он что-то такое сейчас сделает. Он такой, наверное, сверхъестественный. Он вернулся в приторию и спросил Иисуса, откуда ты? Ну, откуда здесь, ни с какого города вообще. Ты, наверное, какой-то очень могущественный чудотворец, пророк, может быть, что-то такое сейчас произойдет. Но Иисус не дал ему ответа. Почему? Смотрите, он отвечал прямо на вопросы по сути. Царь ли ты иудейский? Но на вопрос, что естественно, уже не ответил, потому что это уход в какие-то абстрактные категории. Вот откуда ты? Да можно было сказать из Назарета, а какая разница? Ведь Пилат ждет какого-то подтверждения своих догадок, что Иисус чудотворец, пророк, или чего-то еще. То есть, на самом деле, это вопросы, ответы на которые практически ничего не меняют. Так зачем на них отвечать? Но Иисус не дал ему ответа. Тогда Пилат ему говорит, ты не разговариваешь со мной? Разве ты не понимаешь, что в моей власти отпустить тебя и распять тебя тоже в моей власти? Ответил ему Иисус, не было бы у тебя никакой власти надо мной, если бы тебе это не было дано свыше. Потому больше греха на том, кто меня тебя предал. Кстати, слово «власть» по-гречески «эксусе», вот здесь оно присутствует, и слово «эксусе» означает буквально полномочие. То есть, Пилат имеет возможность распять и отпустить Иисуса. А Иисус говорит, эта власть дана тебе свыше, поэтому не ты решаешь. Когда трактуют послание к римлянам, 13 главу, она начинается, что всякая власть от Бога и так далее, так там тоже слово «эксусе». Это не значит всякий начальник от Бога. Вот Пилат, например, от Бога был? Нет, не то, что Пилат был прямо каким-то божественным мужем, который во всем был праведен, мы как раз видим, что нет. Но то, что Пилату дана была «эксусе», полномочия, власть была дана распять или отпустить, это ему было дано Богом. И 13 глава к римлянам то же самое говорит, если есть у человека полномочия что-то решать, это не просто так, это ему Бог эти полномочия дал. Но это не значит, что каждое решение, правильно? Уж Пилат принял решение распять Иисуса. То есть любые полномочия, любая возможность, любая власть, которая есть у человека, она свыше. Поэтому больше греха на том, кто меня тебе предал. А какая связь? Но Пилат же не ищет его убить. Пилат же просто оказывается в положении функции, то есть того, кто должен утрудить смертный приговор. После такого Пилат искал возможности его отпустить. Кажется, раньше он просто сочувствовал, а теперь начинает побаиваться, что действительно вот какой-то божественный человек, лучше ему не вредить, а то мало ли чего там выйдет, отомстит еще. Но иудеи кричали, если ты его отпустишь, ты не друг Цезарю, всякий, кто выдает себя за царя против Цезаря. Но вот это уже все, да? То есть обвинение фактически в потворстве, мятежу и государственной измене. Все остальное ладно. Какие у них там религиозные дела, обычаи, споры, пусть разбираются. А получается, они обвиняют его в том, что он подрывает власть Цезаря, того, кто его туда отправил управлять провинцией. Это все. Это смертный приговор самому Пилату, если это дойдет до Рима. Все. Вот смотрите, почему так подробно о Пилате. А как Пилат совершает самое страшное деяние своей жизни? Он не хочет его совершать. Он сопротивляется. Но где и как он идет на слабину? Где и как он оправдывает себя? Где и как он уговаривает себя? Где и как просто трусость, в конечном итоге трусость, заставляет его на это пойти? Услышав такие слова, Пилат вывел Иисуса наружу, а сам сел на судейское место, на месте, которое называется каменный помост, а по-еврейски габбота. Ну, все, уже официальное судопроизводство начинается. То есть он перед всем народом. Говорит он иудеям, то был канун Пасхи около полудня. Говорит он иудеям, вот ваш царь, уже с некоторым издевательством, вот ему так эта ситуация неприятна, но эти закричали, долой, долой, распни его. Говорит им Пилат, мне что распять вашего царя, вот его так это все утомило, что он буквально хочет еще над ними поиздеваться, да, переложить на них, конечно, ответственность. Первосвященники им ответили, нет у нас никакого царя, кроме Цезаря. Тоже есть в этом горькая ирония, то, что вообще-то Бога они считали своим царем, помимо прочего, да, а тут мы подчиняемся только Цезарю. Они такие лояльные римские граждане, прям вот обожают этого Цезаря. Да нет, конечно. С удовольствием бы сверли его власть, просто не хватает сил. А вот эта вот деланная лояльность, она нужна ровно для того, чтобы добиться своего, чтобы манипулировать властью. По сути дела они подданы Римской империи, но они говорят, а мы же можем быть нелояльными, если вы нам не дадите то, что мы хотим. Давайте. И срабатывает. И тогда Пилат отдал его им, чтобы они его распяли. Ну, строго говоря, распяли римские воины, но здесь, может быть, отдал его им, надо понимать, как согласился на их решение. Иисуса взяли и увели. Неся свой крест, а приговоренный нес поперечную перекладину креста, он дошел до места, которое называется Лобным, а по-еврейски Голгофа. Там его и распяли, рядом с ним по ту и другую сторону еще двоих. Иисус был посредине. Пилат велел написать и прибить к кресту табличку, на которой было написано, Иисус Назарей, царь Иудеев. Ну вот, напоследок он хочет как-то хоть уколоть этих самых первосвященников. О чем он только думает в такое время, да? Эту табличку прочитали многие из Иудеев, ведь место, где распяли Иисуса, было недалеко от города, ну, то есть оживленное движение, и надпись была на еврейском, латинском и греческом языках, чтобы никто не мог отвертеться. Иудейские первосвященники говорили Пилату, не надо писать царя Иудеев, а надо так. Этот человек называл себя царем Иудеев. Обиделись они, да? Пилат им ответил, что я написал, то написал. Вот, кажется, его действительно больше всего в этой ситуации заботят, после того, как он согласился с решением первосвященников, как-то им по-мелкому отомстить, как-то их чуть-чуть наунизить. Вот такие страстишки, а цена, жизнь Иисуса. Четверо воинов, распявших Иисуса, взяли его одежду и разделили между собой, чтобы досталось каждому. Ну, обычная процедура, да, одежда же имеет некоторую ценность. Взяли и рубаху, но она была без швов, не из единого куска ткани. Они между собой решили, не будем ее разрывать, а кому она достанется, определим по жребию. Если бы была сшита, то каждый мог бы взять себе, могли распустить и взять по куску ткани. Это случилось во исполнении слов Писания. Разделили между собой мою одежду, одеяние мое делили по жребию. Ну, это, конечно, цитата из Псалма 21-го. Так воины и поступили. Рядом с крестом Иисуса стояла его мать вместе со своей сестрой Марией, женой Клопаса и Марией Магдалины. Иисус видит, что там стоит его мать, и тот ученик, которого он особенно любил, но видит в этом, как правило, указание на самого Иоанна. Говорит матери женщина, вот твой сын. А потом говорит ученику, вот твоя мать. И с той поры этот ученик взял ее к себе. Ну, Иисус, как сын Марии, должен, конечно, позаботиться о ней, но понимая, что он дальше не сможет этого сделать, он поручает ее заботам ученика. Она же уже в пожилом возрасте. И вот эта маленькая деталь, да? Ну, опять-таки, можно сказать, что это ученик тот самый Иоанн, любимый. Подчеркивать, что он был свидетелем, это только он мог знать. Но и вот эта вот последняя забота, когда даже говорить трудно, но он говорит очень короткими этими фразами. Женщина, вот твой сын, вот твоя мать. И тогда Иисус, понимая, что все уже совершилось, в исполнении Писания просит пить. Там был сосуд с кислым питьем, вероятно, прокисшее вино или уксус, смешанное с водой. И воины намочили в этом питье губку, насадили ее на степели сопа. Соп — это такое растение, оно использовалось еще для окропления при жертвоприношениях, поэтому и соп здесь тоже символическое, может иметь значение, как нечто, связанное с жертвой. Насадили его на степели сопа, ну, это длинное такое растение, и поднесли к его губам. Когда Иисус отведал этого питья, он сказал, свершилось, голова его склонилась, он предал дух. Был канон субботы, и на эту же субботу приходился великий праздник, ну, то есть Пасха. Поэтому иудеи не хотели, чтобы тела казненных оставались в субботу на крестах. Ну, это, естественно, и зрелище ужасное, и как бы оскверняет святость праздника, да, рядом с Иерусалимом, на кресте мертвые или полумертвые тела. Они уговорили Пилата, чтобы распятым перебили голени и сняли их тела. Вот мелкая деталь, тогда все прекрасно понимают, зачем им перебивали голени. Наверное, сегодня мало людей, которые это знают, но у нас, слава богу, распятием уже не казнят. Дело в том, что распятый человек, он в крайне неестественной позе, с вывернутыми руками, подвешен, и его тело не может нормально дышать. Для того, чтобы дышать, нам надо, чтобы грудная клетка двигалась. Вот он не может дышать обычным образом. Ему надо приподниматься на ногах, чтобы вот сделать вдох. Это еще и ужасная боль, если ноги пробиты, но если перебиты голени, то невозможно подняться вообще, и человек задыхается быстро. Воины подошли и перебили голени у одного и у другого казненного вместе с Иисусом человека. Когда они подошли к Иисусу, то увидели, что он уже умер, и не перебили ему голени. Это важная деталь, об этом еще будет дальше. Зато один из воинов копьем пронзил ему ребра, и с тела вытекли кровь и вода. Тот, кто это видел, засвидетельствовал это, и свидетельствовал его истинно. Ну, врачи как раз говорят, что это означает, что человек действительно умер. Что за жидкость там прозрачная, я не буду говорить, я не знаю, но вроде бы у мертвого человека так и происходит. Он знает, что говорит истину, чтобы и вы поверили. Вот очевидно указание на то, что автор этих строк там находился. И вот такая деталь про кровь и воду, как бы еще одно подтверждение. Да, так и было. Все это было в исполнении слов Писания. Кость и вода не будет переломлены. Ну, это цитата из книги «Исход» 12 или числа 9 глава про празднование Пасхи. Ягненок, которого запекают и едят, его кости не ломают. И тем самым полностью проводится параллель между Иисусом и этой самой пасхальной жертвой. Поскольку в самом начале Иоанн Креститель говорит о том, что это агнец, который берет на себя грехи мира, то вот здесь еще раз подчеркивается, что даже в мелкой детали это действительно так и произошло. После этого Иосифа Заримафи, он был учеником Иисуса, но тайным, потому что опасался иудеев, попросил Пилата отдать тело Иисуса. Вот, оказывается, как много людей, о которых мы ничего не знаем, и они тоже занимают какое-то место в этой истории. И вот Иосиф пришел и взял его тело. Пришел туда и Никодим, тот самый, кто приходил прежде к Иисусу ночью. Ну, это уже у нас была третья глава, когда они беседовали о рождении свыше. Вот, казалось бы, только что сказано было, какие плохие эти самые первосвященники, фарисеи, члены Совета. А вот Иосиф, Никодим вполне отличаются от них. Вот человек выше, чем та группа, к которой он принадлежит. Никодим тот самый, кто приходил прежде к Иисусу ночью, он принес смерти смирно и алоэ, фунтов около ста. Это 30 килограммов с лишним, это очень много. Представьте себе, это драгоценные благовонные масла. Зачем благовонные масла? Ну, мертвое тело, естественно, начинает разлагаться, эти благовонные масла, они как бы замедляют процесс разложения, отбивают дурной запах. Богатые люди могли себе это позволить. И вот они взяли тело Иисуса, обвили его полотном, пропитанным благовониями, как принято в идее поступать при погребении. В том месте, где его распяли, был сад, а в саду новая гробница, в которой еще никто не был похоронен. Гробницы, это, как правило, были пещеры выдолбленные, Иерусалим, он же на таких горах невысоких стоит, поэтому там везде есть, где такую выдолбить. Именно там они и положили тело Иисуса, потому что был канон Иудейской субботы, а эта гробница была совсем рядом. То есть, надо было срочно закончить всякую деятельность, в субботу нельзя ничего делать, и нести куда-то далеко, это совершенно нет времени. А вот тут есть гробница, значит, здесь и похоронен. Ну вот, на этом завершается 19-я глава. В 20-й, конечно, мы прочитаем о воскресении и отметим, какие именно детали в воскресении важны для Иоанна. 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 Иоанна.